Депутаты городской думы теперь работают на камеру. Горячие дебаты на заседаниях можно смотреть в интернете. Буквально через пару часов каждое будут выкладывать во всемирную сеть. Теперь все слова и обещания будут записаны. Просьбы были депутатов, чтобы люди могли посмотреть, как они выступают, как ведут себя на пленарных заседаниях, как говорят. Поэтому я думаю, это нормальное решение городской думы, чтобы действительно избиратели видели своих избранников в работе. Первое, что увидит Ивановца – обсуждение ограничений размещения рекламных панно на зданиях областного центра. Теперь растяжки официально под запретом. Разномастная реклама портит внешний вид областного центра. Поэтому должна быть убрана со всех домов города вне зависимости от района. Но рассчитывать на то, что панно исчезнет с фасадов уже завтра, не стоит. Те договора, которые сегодня заключены, а они заключены, немало таких договоров, они будут работать до 2018 года в том числе. Я думаю, за эти 3-4 года, которые есть у этих ТСЖ, они смогут или крышные конструкции сделать, которые разрешены сегодня, или другие форумы поищут. Потому что мы считаем, что облик города не должен страдать рекламой, тем более иногда, в том числе и на ляпистой. Актуальный вопрос повестки дня – дорожный. Депутат Ефремов отметил, что денег на разметку хватает, но сделать ее в весенний период дорожники не успевают. На многих городских улицах от пешеходных переходов остались только воспоминания и нечеткие следы краски на асфальте. Кто виноват в результате проверок, определят депутаты. Также в их компетенции контролировать, как проходят торги по определению подрядчика и как осуществляются работы по нанесению разметки. У нас сегодня третье число, и по ряду магистрали не схож везде. Есть ряд магистралей, где дорожной разметки нет. Вот пока они сейчас расторгуют, пока подрядчики сделают это дело, будет у нас, например, сентябрь. А за летний период непонятно, что произойдет на дорогах. Это жизнь людей, и, конечно, мы так рисковать не можем. Чтобы избежать упреков в искусственном затягивании пленарных заседаний, все вопросы депутаты решили сегодня. Утвердили изменения в бюджет областного центра, его сумма увеличилась на полмиллиарда. До выборов 8 сентября в таком составе городская дума собираться не будет. Слуги народа уходят в отпуск.